Пожар в пришкольной мастерской. Загорелся склад вторичного материала. Кадры с места ЧП. Список расширяется. Стали известны имена первых кандидатов депутата Архангельского областного собрания от Ненецкого округа. Кто намерен представлять наш регион? Выявить рак на ранних стадиях. Окружная больница заключила контракты на поставку онкомаркеров. Где можно сдать анализ и кому это необходимо сделать в первую очередь? Строительство продолжается. Четвертый участок автотрассы Наримар-Усинс до сих пор не готов к сдаче в эксплуатацию. Это должно было произойти еще в октябре прошлого года. В чем причины задержки? Высшее образование за счет бюджета. Департамент строительства ЖКХ ищет потенциальных специалистов в области энергетики. Ведомство готово оплатить учебу в ведущем вузе страны. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Пришло время подвести итоги среды. В студии Олега Танзийский. Новости начинаются. В здании пришкольной мастерской 3-й городской школы сегодня произошло возгорание. Сообщение о ЧП на пульт диспетчера МЧС поступило в 12 часов 32 минуты. В помещении сработала сигнализация. На место происшествия были отправлены два пожарных расчета. Чуть позже стало известно, огонь вспыхнул на складе вторичных материалов. Возгорание локализовали за считанные минуты. На момент прибытия выходил сильный дым из дверей. Ребятами нашими был обнаружен очаг внутри. Ввиду того, что там помещение довольно загружено различными деревянными материалами, горение происходило скрыто, поэтому довольно интенсивное выделение было дыма. Для этого была организована работа звеньев газодомозащитной службы. В момент возгорания в пришкольной мастерской никого не было. Здание закрыто на период летних каникул. Что касается возможной причины пожара, то, вероятнее всего, произошло короткое замыкание электропроводки. На месте ЧП продолжают работать дознаватели. Спасатели Ненинского округа совместно с сотрудниками Наринмарского авиаотряда и санавиации провели очередную операцию по эвакуации одного из членов экипажа мурманского судна, которому стало плохо. Все произошло в ночь с 4 на 5 июля. Корабль находился на промысле в северной части Баренцева моря. Операция осложнялась тем, что расстояние оказалось слишком большим. Вертолету потребовалась дозаправка в аэропорту Рогачева. Это новая земля. Впрочем, все прошло успешно. Мужчину вовремя эвакуировали судно и доставили в Ненинскую окружную больницу. По словам медиков, у члена экипажа наблюдалась рвота с кровью. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. В сообщении российского морского речного флота говорится, подобная спасательная операция местными специалистами проводится не в первый раз. Высокий профессионализм экипажа на рейдмарского авиаотряда, отработанная система взаимодействия оперативных служб, министерств и ведомств способствует успешному решению поставленных задач в полярных широтах. Другим темам пятеро кандидатов выдвинулись в депутаты Архангельской области. По информации местного избиркома, все выдвиженцы – представители региональных отделений политических партий. Открыл процедуру председатель сельскохозяйственного кооператива «Восход» Михаил Уткин. Справедливо рост из села Ома первым сдал документы на выдвижение. Избирательная комиссия примет решение о его регистрации либо отказе до 18 июля. Член партии «Родина» и депутат окружного собрания Андрей Ружников получил подтверждение о приеме документов на день позже, 8 июля. В минувший понедельник о своем намерении баллотироваться заявили начальник отдела по связям с общественностью Ненецкой ТРК Кирилл Фролов в партии ЛДПР и председатель СПК «Рыболовецкий колхоз Заполярье» Михаил Кисляков, выдвинут «Единой России». Завершил процедуру выдвижения Алексей Конюков, работающий ведущим специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности Ненецкого информационно-аналитического центра. Он является сторонником КПРФ. Напомню, выборы в Архангельское областное собрание состоятся 9 сентября. Ненецкая окружная больница заключила три госконтракта на поставку реагентов для организации массового онкомониторинга в текущем году. На эти цели из окружного бюджета выделено порядка 9 миллионов рублей. Как отмечают врачи, онкомаркеры сами по себе не гарантируют стопроцентное выявление опухоли. Их эффективность существенно повышается только вместе с регулярным наблюдением у врача. Это позволяет специалисту видеть общую картину состояния здоровья пациента и в динамике выявлять болезнь на начальной стадии, когда она протекает бессимптомно. В прошлом году именно в ходе диспансеризации окружные медики выявили несколько случаев онкологии на ранней стадии. Массовый онкомониторинг, обеспеченный окружным бюджетом, запущен в медучреждениях округа в ноябре 2017. С начала текущего года обследования прошли 2318 человек, в том числе жители отдаленных сел. Проведено свыше 8,5 тысяч тестов. Пациенты через результаты анализов вызвали сомнения у врачей. Первичного звена сейчас проходит углубленное обследование. Как пояснила заведующая лабораторией вне низкоокружной больницы Екатерина Брусинская, обследование населения проводится по схеме. Четыре наиболее специфических маркера для мужчин и свой набор из четырех маркеров для женщин. Пройти онкомониторинг могут все желающие. Направление на него дают как при прохождении диспансеризации, так и на приемах у терапевта, гинеколога и узкопрофильных специалистов. Те, у кого есть факторы риска развития онкозаболевания, сдают дополнительные анализы по назначению врача. Сегодня в субъекте на учете у медиков с диагнозом онкозаболевания состоят порядка 750 человек. За шесть месяцев текущего года вновь выявлено онкологическое заболевание у 70 человек. Онкология среди основных причин смертности населения субъекта занимает третье место после болезни и системы кровообращения и смертей от внешних причин. Снижение смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний – одна из главных задач нового национального проекта по здравоохранению. Он включает восемь составляющих – от первичной медико-санитарной помощи до профильного образования и экспорта медуслуг. Об этом на заседании президиума Совет рассказал глава правительства Дмитрий Медведев. По словам премьер-министра, в рамках реализации нацпроекта планируют создать центры амбулаторной онкологической помощи и пройдет переоснащение региональных сосудистых центров и первичных отделений. Помимо прочего, будет вестись масштабная профилактика соответствующих заболеваний. Еще одна тема заседания президиума – это развитие автомобильных дорог. По словам Медведева, проект предполагает реконструкцию трасс и развязок, приведение их в нормативное состояние, что необходимо для расширения пассажирских и грузовых перевозок, развития торговли и в целом более устойчивого развития экономики. Реализация проекта должна не только усилить транспортную связанность страны, но и снизить смертность на дорогах. Структуру национального проекта предполагается составить из четырех федеральных проектов. Они охватят практически всю автодорожную инфраструктуру от магистралей в крупных городах до региональных дорог, качество которых должно постепенно подниматься до федеральных требований. Проект подразумевает активное внедрение новых технологий, отметил глава правительства. И в продолжении темы. Усинская ДРСУ завершает строительство четвертого участка дороги на Усинск. Как сообщили в Централизованном стройзаказчике, сдать объект, согласно госконтракту, планировалось еще в октябре прошлого года. Однако в ходе строительства выявились дополнительные работы, без которых ввод объекта в эксплуатацию не был возможен. Так, например, объем отсыпки земляного полотна увеличился на 40 тысяч кубометров. В эти дни дорожники выполняют работы по устройству проезжей части на мосту через Регу Харьяха. Его протяженность составляет 99 метров. В ближайшее время начнется покраска бетонных поверхностей, опор и перекрытий. На днях ход строительства работ оценил глава региона Александр Цибульский. В своем аккаунте в социальных сетях временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа отметил, что выезжает на удаленные объекты, чтобы проверить ход строительства и оценить, насколько эффективна существующая система контроля. Мосты – одни из самых сложных и капиталоемких объектов строительства дороги на Ренмарусинск. Мы ведем активную работу по привлечению федеральных средств, находим отклик в Минтранс. При этом главная задача подрядчика – соблюдать сроки строительства, чтобы и в дальнейшем можно было рассчитывать на софинансирование. Добавлю, цена госконтракта заключенного с Наринмар-Дуримстроем на строительство 4-го участка составляет порядка 2 миллиардов рублей, из которых большая часть средств – более 1 миллиарда – выделена из федерального бюджета. Напомню, в качестве субподрядчика работу выполняет Усинская ТРСУ. Пять лет назад в Ненецком округе заработал первый многофункциональный центр. Тогда посетители обслуживали лишь в Наринмаре. Об удобствах нового формата предоставления государственных и муниципальных услуг жители отдаленных поселений могли только догадываться. Впрочем, со временем все изменилось. Сегодня отделения МФЦ успешно работают в 18 муниципальных образованиях. Так, например, в Тельвисочном сельсовете с момента открытия окна количество предоставляемых услуг увеличилось почти в 4 раза, а количество обращений – в 10. Подробности далее. Согласно схеме развития системы МФЦ, офисы центра МАИ-документы открылись в каждом муниципальном образовании региона. Получение услуг по принципу одного окна стало доступным каждому жителю округа. Культурная столица НАУ, село Тельвиска, обзавелась многофункциональным центром – одна из первых. И представить этот населённый пункт без этого сервиса уже невозможно. В 2015 году за полгода было у нас всего 278 услуг. За 2016 году за полгода уже 541 услуга. В 2017 году уже почти 700 услуг. И сейчас у нас 800 услуг мы предоставили. Они с каждого равно всё растут, растут, растут. Современные удобные услуги сельского МФЦ доступны теперь не только жителям Тельвиски, но и жителям двух других населённых пунктов муниципалитета – деревень Макарова и Устья. Макарова приезжает. У Макарова у нас есть определённый день, четверг, где они приезжают. Мы их обслуживаем вне очереди. У нас тоже есть объявления. Да, вот даже здесь было, что у нас нет здесь очереди. А я показываю, что у нас есть там объявление, что Макарова без очереди. На сиденье ничего, претензий нет. Я их в Макаровских обслужила, они уехали, потому что им надо ещё возвращаться. Некоторые зимой они ходят пешком, им надо ещё вернуться. В список услуг сельского МФЦ добавлены новые государственные услуги. Наиболее востребованные из них – выдача замена паспорта гражданина России. Жители сельских поселений округа приобрели долгожданную возможность получить этот документ без выезда в окружную столицу. Кроме того, выдача российских водительских удостоверений при замене утрате теперь также производится в офисах центра «Мои документы». В помещении МФЦ имеется доступ к порталу государственных услуг. Состоит для посетителей специальный моноблок с выходом в сеть интернет. Здесь можно получить услуги в электронном виде. Наш специалист всегда может оказать помощь посетителям, как пройти по ссылкам, как получить услугу. Если заявитель сам обладает знаниями, он может сделать всё это самостоятельно. В перечне популярных электронных услуг, которые теперь можно получить в сельском МФЦ, получение и продление, лицензии на хранение и ношение охотничьего оружия, добычу охотничьих биоресурсов. Самые популярные услуги на сегодняшний день в нашем округе, это были много очень заявителей, получало услуги в электронном виде. Это выдача разрешения на добычу охотничьих биоресурсов. Сейчас была охота, как раз охотничий сезон. Многие воспользовались услугой в таком плане. Сельский многофункциональный центр заметно изменил инфраструктуру всего села. Есть МФЦ, который также предоставляет широкий перечень государственных и муниципальных услуг. Открылся у нас в октябре 2014 года. Мы все помним, как гражданам приходилось ездить в город, очень долго стоять в очереди за этими услугами. Часть услуг, конечно, оказывала местная администрация. Поэтому на сегодняшний день это метод единого окна. Он разгрузил и работу администрации, вот эту бумажную работу. В планах на 2018 год предоставление на базе МФЦ новой государственной услуги по оформлению и выдаче загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации. Сейчас услугу можно получить только в Федеральной миграционной службе. Планируемая дата приема заявлений на оформление загранпаспортов нового образца – сентябрь 2018 года. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Продолжение следует... Уменьшены расходы на техническое перевооружение газовой котельной отчистных сооружений в поселке Искателей. Еще около 8 миллионов рублей депутаты направят в поселение. Их потратят на содержание взлетно-посадочных полос на территории Омского сельсовета, а также на установку мобильного здания, зала ожидания в деревне Снопа. Чуть более 3 миллионов выделено казенному учреждению «Северное». На эти деньги отремонтируют баню в поселке Амдерма и дом культуры в поселке Выучейский. С учетом внесенных изменений параметры районного бюджета на 2018 год составят по доходам 749 миллионов рублей, по расходам 1 миллиард 276 миллионов. Дефицит при этом составит 527 миллионов рублей. Ненецкий округ остро нуждается в специалистах-энергетиках. Об этом заявило руководство Департамента строительства и ЖКХ. Ведомство готово оплатить учебу потенциальным студентам в престижном вузе страны – Московском государственном техническом университете имени Баумана. Как отметили в региональном департаменте, в настоящее время найдется сбор заявок от выпускников текущего года, готовых получить высшее образование по профилю энергетики. Речь идет об обучении на кафедре «Поршневые двигатели» факультета энергомашиностроения, специальность «Электроэнергетика» и «Электротехника», профиль «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии». Для студентов будет гарантирована оплата обучения на период всего срока, а также проживание в общежитии вуза. В качестве вступительных испытаний признаются имеющиеся у битриентов результаты единого госэкзамена по трем предметам – это физика, математика и русский язык. Дополнительную информацию можно получить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Необычный подарок ко дню рождения Прокопия Евтысова преподнес жителям региона подросток из Ленобласти. 14-летний школьник из поселка Мга Василий Алексеев снял анимационный фильм о нинецком писателе и поэте. Презентация мультфильма с одноименным названием автобиографического произведения Прокопия Евтысова «Зов морожковой земли» состоялась сегодня в блоге Ирины Коткиной «Чумотека». Подробности в материале Ирины Нижаловой. О необычном увлечении школьника из поселка Мга Ленинградской области творчеством нинецкого классика Прокопия Евтысова читателя впервые знакомит на страницах своего блога «Чумотека» Ирина Коткина. Вот отрывок из воспоминаний мамы юного аниматора Натальи Алексеевой. Наша чудесная история началась с того, что местный врач-хирург Эмиль Соломонович Гольдин, выйдя на пенсию, решил переехать жить к дочери в Прибалтику. Продал квартиру, а мебель и личную библиотеку раздавал всем желающим. Для сына Васи я выбрала книжку Прокопия Евтысова «Зов морожковой земли» и не ошиблась. Ему понравились и стихи, и сказки, и даже иллюстрации. Вася стал настоящим пропагандистом творчества нашего любимого поэта. Он выступал с презентациями перед одноклассниками. Он вместе с друзьями из анимационной студии «Улитка» создал мультфильм по мотивам сказки Евтысова. Мультфильм называется «Олень и рога». Этот мультик чудесным образом принес Васю и его маму в Нарьянмар. Вместе с мамой Натальей Алексеевой Васю пригласили в окружную столицу для участия в торжествах по случаю 85-летия Прокопия Евтысова. Как говорит Ирина Коткина, здесь и произошла развиртуализация их общения. То впечатление, которое произвел на них Нарьянмар, Заполярье, вылилось в очередную работу Василия. Для меня это было в каком-то мере неожиданностью. Мы очень активно общаемся с Натальей и с Василием. Они очень много спрашивали, конкретизировали какие-то вопросы, связанные с творчеством Евтысова, с нашими, например, с ансамблем «Хайяр», с какими-то моментами в биографии Евтысова. Но я не ожидала, что это будет цельный мультфильм, посвященный биографии поэта. Сценарий Василию помогла написать мама, а друзья из анимационной студии «Улитка» воплотить идею в реальность. В чумотеке презентацию фильма решили устроить точно в день рождения поэта – 11 июля. А однажды Прокопий Евтысый узнал, что не всем оленеводам, приезжающим в Наринмар, хватает мест в гостинице, и они вынуждены ночевать на улице. И он добился открытия для них большого и комфортного дома-колхозника. При этом Прокопий Андреевич никогда не изменил своей профессии и всю жизнь проработал с детьми. С мультфильмом «Зов морожковой земли» юного аниматора пригласили на кинофестиваль «Зеркало будущего-2018». Он пройдет этой осенью в Крыму. Кроме того, работа удостоена специального приза жюри на кинофестивале «Киноостров в Санкт-Петербурге» и отобрана для участия во всероссийском кинофоруме «Бумеранг». Мы очень часто пытаемся рассказать о какой-то теме очень серьезно. Мы исследуем творчество, мы пишем научные работы, мы докладываем буквально друг перед другом о каких-то там достижениях на наших конференциях. Часто так бывает, что и зрителей-то мало. А здесь это ресурс открыт для всех, открыт для просмотра любому пользователю вне зависимости от географии его проживания. И вот это интернет-творчество, такое, знаете, совместное какое-то. Получается, что мы ту же руку приложили к тому, чтобы этот мультфильм появился в свет. Поэтому он нам еще более дорог. Такие таланты, как Василий Алексеев, еще раз доказывают миру. Творчество не имеет ни границ, ни возраста. Подробнее о юном аниматоре Василии Алексееве вы можете прочитать на страницах Чумотеки. Здесь же представлена полная версия мультфильма «Зов морожковой земли». Ирина Нижалова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Как позвонить по скайпу, купить билет онлайн через мобильный телефон или скачать нужное приложение? Обучить этим премудростям пенсионеров взялись сотрудники Ненецкого информационно-аналитического центра. Они открыли курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Вновь сесть за парты отважились более 10 женщин. С каждым учеником работают индивидуально. Сначала теория, затем практика. Оказалось, что многие пенсионеры перед компьютером или смартфоном совершенно беспомощны. Впрочем, уже через несколько занятий они смогли свободно воспользоваться всемирной паутиной. А кто-то даже открыл для себя новые сервисы, например, такие, как мобильный банк. Все, кто приходили, изначально боялись. Сначала мы им два гетазанятия упряжелых в том, что если вдруг у них получится сломать, либо взломать компьютер, либо их планшет и телефон, мы только пожмем руку, будем благодарны, потому что у нас это не получается сделать. Дальше стали прониклись, что действительно, да, это нужно, да, это удобно, и здесь ничего нельзя сломать. Стали изучать, стали задавать вопросы. Зачастую вопросы были такие, которые мы сразу не могли ответить. В Wi-Fi, когда узнали, что можно звонить, относительно бесплатно, платя только за интернет своим родственникам, друзьям, знакомым, там, внукам, детям, это было действительно для них удовольствие. Они уже это делают. Вы знаете, время идет, и пенсионеры не должны отставать от этого времени. Сначала были кнопочные телефоны, а сейчас смартфоны пошли. Сейчас мы 9 человек обучили, вот сейчас обучаются еще 6. В сентябре курсы вновь заработают, занятия для пожилых людей будут проходить абсолютно бесплатно. Такова была информационная картина дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире. До встречи в эфире.